Здарова, дружище! Сегодня мы с тобой, наконец, посмотрим, как продолжение уничтожили ФНАФ. Этот видос я поделю на два видео, потому что сам видос полчаса. Я ещё буду по-любому трындеть дофига, и видео в 40 минут, это полкино. Мы с тобой вряд ли посмотрим, поэтому я поделю на две серии. Видос, который у меня просили очень давно, он касается ФНАФца. И я постараюсь сейчас почаще делать, кстати, видосы. Вот такие тоже, я знаю ещё один видос, который вы меня очень ждёте. Короче, всё будет, а пока поехали, поглядим, посмотрим, обсудим. Попадай, блин. Ебать по телу, не вога. Контент принадлежит третьим лицам, всё такое, да. Да, блин, я как вспомню, я недавно это ностальгировал, смотрел старые видосы. Мне сейчас мой контент нравится больше, окей? Ты можешь с этим не согласиться, твоё дело. Меня не особо это переживание вызывает. Важно то, что мне нравится сейчас, и народу нравится... Не важно! Важно то, что я недавно вспоминал. И, блин, что-то было такое, знаешь, чтобы дружно сидели и пытались вот эти вот теории все продумать и так далее. Что-то в этом было, что-то в этом было интересное, что-то в этом было такое. Вот как раз на втором ФНАФе. Первые две части ФНАФа обладали какой-то особой жуткой, но при этом привлекательной атмосферой. Да, 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 да. Вот с этим сюжетиком, со всей этой херней. Почему какие-то куклы-животные пытаются нас убить? Почему мы каждый раз возвращаемся в этот офис, если с первого дня было понятно, что пора текать с городу? Что за укус 87? Кто такой фиолетовый парень? И почему он вообще фиолетовый? Болеете? Столько тайн, столько загадок. Наверное, этим и цеплял ФНАФ. Но ФНАФ цеплял много чем, я пытался недавно понять. Ну как, недавно, вообще давно еще изучал этот вопрос. Не только этим он цеплял, много чем, на самом деле. И широким простором для теорий. О, да, времена Кула, Винди и... Ну вот ее я вообще никогда не любил. А теории были самые разные. У Фредди на лице пятно в виде ладони, значит, он совершил укус. Гай это фиолетовый человек, вся игра это кома укушенного мальчика. Да даже одноклассник, помню, рассказывал, что вот эта песня Ливинг Томб Стоуна... Да, 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 да. Я помню, как народ рассказывал, что это есть и основной сюжет. Это более безопасная версия оригинала. А оригинал был файлом смерти, и вообще, кто послушает, тот сдохнет. Затем вышли третья и четвертая части, которые достаточно красиво завершили все... Да, я бы сказал, на четвертой части все хорошо. ...по итогу получилось... Я все еще считаю, что моя теория про сон самая верная, самая правильная. Даже после всех этих тысяч книг, плевать, самая верная, самая правильная. Дальше доят, доят. ...хладающая вселенная, с цепляющей атмосферой. У кого-то эти игры вызывали интерес, у кого-то настоящий страх, а у кого-то и ненависть. Ну, куда ж без этого. Скотт Коутон своими играми поднял огромный резонанс. И это просто невероятно, ведь сделал он это все в одиночку. Сам написал код, сам нарисовал модели аниматроника. И это реально круто, когда ты можешь оплатить любую свою идею в своей собственной игре. На задворках истории, если бы 2020 год смачно не ударил нас мемами про The Man Behind The Flutter. Я вообще, кстати, не понял насчет мема. Пишите, пожалуйста, в комментах про The Man Behind The Flutter. О чем? В чем мем? Потому что я от этого отошел. Я вот конкретно с этим не шарю. Напишите в комментах, почему вдруг мемы по этому ударили. Что эти мемы шикарны, так они еще и пробили на ностальгию. Окончательно меня добило вот это видео. Да, 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 недавно делал видос по ней по реакции. Я после него прям вдохновился, преисполнился ФНАФом. И стало искренне интересно, а что по итогу вышло с историей. Ее поразгадали. И мало ли, вдруг Скотт все-таки нарушил обещание. И выпустил еще одну часть ФНАФ. Но в которой бы прям все-все объяснили. Я обратился в интернет с таким вопросом. И... В смысле ФНАФ 8? Что ж... И уже 9 и 10 где-то. Давайте посмотрим, что же выходило после четвертой части. Попытаемся разобраться в истории. Но, конечно же, поугараемся. Всего этого запутанного трендеца. Сразу предупрежу, что видео создано для таких же обывателей, как и я. Которые бросили ФНАФ примерно... Ну ладно, я сам тоже на ФНАФе в четвертом, на самом деле. На пятом я играл, конечно. Да и буду играть во все ФНАФы, почему бы и нет. Но конкретный интерес у меня, вот после того, как я сделал финальную теорию. Сказал, так сказать, финальные слова. И дальше уже больше постольку, поскольку. Мне просто любопытно. На после четвертой части и сейчас вернулись. Хардкорным же фанатам, которые следили за франшизой все это время. И им нынешний сюжет нравится. Скажу только... Не кричай. Не надо ругаться. Да, мы и господи. Ну это правда, кстати. Не ругайтесь и на меня. Ну потому что, сам понимаешь... Куда лихие продолжения по ФНАФу. Или же Мозговзрыв 11. Погнали! Начав подробнее изучать ФНАФ, я еще раз убедился, насколько же первые четыре части полны деталей. Первые части самые пиздаточные. Газеты, элементы интерьера и, конечно же, телефонные звонки, из которых можно узнать 90% всей информации о мире игры. Просто на всякий случай напомню вам примерный сюжет, который... На счет 90% спорно. Я все еще помню теорию, в которой я делал, потому что у Чики есть пуговка. Это значит, что она другой аниматроник. Просто каждая пуговка была и бела значение. И причем это, сука, было интересно. Я, блядь, сейчас смотрю, когда на это все и такой... Ёб твои, какая пуговка, чего нахуй? Но тогда это было интересно. Возможно, это массовое помешательство. Возможно, люди с ума сахли просто дружно. И люди смогли выудить из этих звонков и мини-игр. Пиццерия Фредди Фазбер была крайне популярна среди детей. А все потому, что там выступали аниматроники в виде животных из популярного на тот момент мультсериала. Не совсем ясно, правда, как такие страшилы могли нравиться детям. Но давайте примем эту условность. История берет начало во времена золотых аниматроников, которые можно было как носить, так и использовать обособленно, как, собственно, роботов. Всего было два персонажа. Роботов не носят. Не носят роботов. Прин Бонни и Фредбер. Данные костюмы были крайне небезопасны из-за плохих пружинных держателей, которые из-за малейшей влаги схлопывались и могли сломаться буквально от вашего дыхания. Нередки были случаи. Буквально, потому что по сюжету я так понял, это так и произошло. Когда пружины срывались и человека буквально перемалывало, как в мясорубке. Это могло сильно испугать детей и, конечно же, отпугать клиентов. А потому человека в костюме относили в специальные комнаты, чтобы те подыхали без лишних глаз. Такие комнаты были в каждой пиццерии. Они не отображались на камерах, о них не знала полиция, а простым работникам было запрещено туда заходить или же рассказывать о них. То есть да, специальная подыхальная комната. Отличная компания. Даже после таких ужасных случаев, компания не могла прекратить эксплуатацию костюмов. Однако далее происходит Укус-87. Ооо, да, Укус-87. О нем столько раз было сказано. Ты меня разбуди ночью. Я такой, фу, Укус-87. Я все еще, кстати, считаю, что его, по-моему, на момент последнего этого, я думал, что его совершил Мангл. Наверное, я на это и держусь. Потому что Федору в ФНАФе четвертом не был Укус-87, если что. Толпа подростков засу... Это не он! Это не Укус-87! Ну, по крайней мере, есть там разбирать. Насколько я помню. Не важно. Простовывает голову маленького мальчика в пасть золотого Фредбера. Нет! По-моему, было не так. Ладно, я замолчу, потому что я слишком плохо помню. Но, по-моему, там были факты, которые показывали, что это не так. Типа, это не Укус-87, это какая-то другая херня. Ну, а по факту, по факту, это Укус-87 просто скот запутался. Но если просто в этих запутываниях поразобраться и подоебаться, то получается, что это не Укус-87, это какая-то еще хуйня. Слезы, лившиеся из его глаз, попали на пружинный механизм, и челюсть схлопнулась, откусив у ребенка лобную долю на глазах у всех посетителей. Только после этого ужасного инцидента... Не помню даже, какие факторы. Если ты помнишь, может быть, ты помнишь, можешь написать. Если ты смотришь на меня, как на дебила, который отрицает факты, то не надо, не смотри на меня, как на дебила. У меня были причины, просто сейчас я их не помню. Ну ладно, пусть будет Укус. Укус так Укус. Компания додумалась убрать эту древнюю технологию и заменила линейку золотых аниматроников в костюмах, уже знакомой нам четверкой. Золотые же костюмы отправились как раз в эти секретные комнаты, дабы скрыть их от глаз людских и лишний раз не напоминать об инциденте. И тут в дело вступает фиолетовый человек, который периодически берет костюм Спринг Бонни, заманивает детей все в ту же секретную подыхальную комнату и там их убивает. Иронично. Причем сами тела даже не покидают территорию пиццерии. Все трупы убийца прятал в корпуса новых на тот момент аниматроников, из-за чего вскоре от них начал раздаваться ужасный запах. И это именно те олд или же визолит аниматроники из ФНАФ 2. Вероятно из-за того, что... Я помню, как мы все ждали, что после ФНАФа 3 будет вот эта старая пиццерия. Мне кажется, что все правильно сделалось в 4-й. Вот до 4-й все... Когда они были нормально похоронены, их души вселяются в аниматроников и те начинают бродить по ночам. В какой-то момент фиолетовый человек замечает эту одержимость и крушит просто нафиг всех аниматроников, возвобождая души. Неупокоенные души... Чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё? Ломай-ломай, мы же миллионеры еще будем. Неупокоенные души детей начинают преследовать фиолетового человека. Тот, пытаясь от них спрятаться, залезает в уже знакомый ему костюм Спринг Бонни. Однако из-за дырявой крыши в комнату начали капать капли дождя Мне нравится, что даже вот такие детальки, типа капель дождя Нигде не объяснялось, хуя ли его вдруг схлопнуло А именно капли дождя, вот это вот все И мы такие, мы, блядь, умные, мы сами догадались, что это из-за воды, да Это очевидно, конечно, но все равно это было приятненько Они попадают на пружины и Он остался навсегда заточен в этом костюме Ну а души детей отправились в рай Конец И вся эта история построена не по теориям, не по догадкам Все это было в игре Ну а хули тогда ФНАФ 1 аниматроники продолжали двигаться Во ФНАФе 1 другие аниматроники, не Алды Во ФНАФе 2 другие аниматроники Потому что там это тоже тысячи факторов показывали Хули там аниматроники двигались Ну-ка ответь мне на это Не-не-не Вот эту теорию я прорабатывал одной из самых первых И это не так, это неправильно Там тысячи факторов, которые показывают, что это неправильно И согласитесь, это довольно интересная, лаконичная, а главное реалистичная история Да, это все еще история про приведение времени и страшных одержимых роботов Но в рамках данной вселенной эта история работала В нее веришь? Ну да Я неспроста сейчас полностью ее рассказал Потому что с выходом каждой новой части Эта история будет просто разрушаться и сыпаться Ну да В октябре 2006 Но она и не была нормальная, она посыпалась с самого начала Алды знают В 2017 года выходит пятая часть Которая как бы и не совсем пятая Что-то вроде спин-офф А че он еще не рассказал про ФНАФ 4, который сон ребенка В названии нет цифры 5 Вместо нее красуется под заголовок Систер локейшн Однако к истории ФНАФа она непосредственно относится Нет цифры 5, нет предъяв, как говорится Концепция игры несколько отличается от предыдущих, да и от следующих тоже Теперь мы не охранник Мы шиха Бегаем туда-сюда в каком-то бункере по вентиляции И ухаживаем за аниматрониками Кстати, они Ох, как же я люблю БТС Вот они, слева направо Фантайм Фредди Фантайм Фокси Баллора И главарь всей этой шайки-лейки Бэйби У всех них можно заметить сегментированные лица Части которых могут двигаться по отдельности Выглядит, конечно, страшно и все дела Но с какой целью вообще делались такие лица в детской пиццерии? Все дети тогда фанатили похищнику или что? Кстати, посмотрите, что у них внутри Три метра медного капеля Если раньше внутренности аниматроников представляли из себя просто палку с глазами, на которую одевали костюм То тут же все целиком забито металлическими трубками Которые тем самым создают мышцы Это нифига не рационально по деньгам Да и весить такие махины Инвестировал в говно Плюс ко всему Все они наделены высоким искусственным интеллектом Почти все могут спокойно разговаривать А та же Бэйби всегда считает детей в комнате Ну в Бэйби вообще там душа тоже ребенка, по-моему, вставлена была по ФНАФу пятому Там вообще везде... Все, блядь, работает на душах детей Сука Бедные дети Почему все работает на их душах? У тебя не работает тостер? Суть туда душа ребенка У тебя не работает машина? Душа ребенка У тебя не работает твой друг? Душа ребенка У него есть душа Забей, душа ребенка Вторая ему не поможет Там буквально везде все замешано в них И если ребенок рядом с ней только один Активируется программа захвата И мне эта идея вообще не нравится Да, раньше допускались теории, что Фиолетыч мог перепрограммировать Какого-то одного аниматроника Чтобы тот мог напасть на ребенка То есть это было как исключение из правил Аниматроники изначально для убийств не предназначались А в этой же игре целая линейка роботов заточена под это В этой игре, кстати, впервые раскрывается имя Фиолетыча Уильям Афтон Также мы узнаем, что у него Мне кажется, что пока он был неизвестен, убийца Была гораздо круче Была дочь, Элизабет Именно Уильям Афтон разработал этих убийственных аниматроников Однако, на коему было убивать детей? Непонятно У него по сюжету было трое детей Как я уже говорил, Элизабет и два пацана из четвертой части Настоящий семейный парень Тебе шо дети-то сделаешь? Шука! По иронии судьбы, его дочь стала первой жертвой брейби Из-за чего только что открывшийся ресторан С этими уникальными аниматрониками Уникальные аниматроники Приходи к нам в ресторан, тебе откусят ебальник Ууууу Сразу же закрылся И вот тут сразу огромные вопросы к Таймлайму Судя по тому, что в четвертой части Элизабет уже нет и ее комната пустует Убийство произошло где-то в 70-х, в начале 80-х И логика просто идёт к чёрту. Я всё ещё мог поверить в существование данных высокоинтеллектуальных аниматроников, но где-то в будущем. А тут же получается, что эти стальные терминаторы с высоким ИИ были до механи... Ну да, 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 я, кстати, я не помню, я это прорабатывал или нет. По-моему, на момент ФНАФа 5 я ещё сделал парочку теорий. Да, 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 я сделал ещё, по-моему, одну теорию. У меня на канале была на момент ФНАФа 5, я там как-то это объяснял. Но да, это действительно забавно. В аниматронических костюмах, на пружинках. Ну да ладно, что там по сюжету? Бедные аниматроники устали сидеть в бункере. Все их попытки сбежать были безуспешны. Они, значит, подумали-подумали и решили. Обманом, Бэйби заставляет нас прийти в комнату, в которой обычно кромсают аниматроников. Ну и смерть. Тем временем эти аниматроники рвут себя на части, отрывают куски. И на самом деле круто это было только в клипе. В игре это... В общем, они, дабы сбежать все вместе, собираются в одного большого вольтрона, которого назвали Эннард, и используют наше мёртвое тело как костюм. И выходят из бункера. Пожалуй, оставим вопрос, как это двухметровая гадзаль... Да-да-да-да, вот об этой херне я тоже говорил, как это вообще работает. ...безла в такую маленькую коробочку. Но не буду спорить, ход реально неожиданный и интересный. Ну это любопытно. В пределах игры это было очень интересно и неожиданно. Скотт ещё в первой части думал о чём-то подобном. Только непонятно к чему это. Как это вяжется с историей предыдущих частей. Задавался я этим вопросом, пока не посмотрел данную мини-игру. Ага, то есть фиолетовый человек буквально фиолетовый. Из-за того, что это просто оболочка человека со временем сгнила. Ага, то есть и все убийства совершались роботом. Вот этим Эннардом, да? И Спрингтрап тогда получается роботом. Да, 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 да. Это получается аниматроник в аниматронике. Ага. Но это ещё не вся тупость. Дальше будет только лучше. Фиолетыч сфрилывает аниматроников в канализацию. И теперь это, по сути, пустая оболочка. Просто труп. Но почему-то он потом встаёт. Но внезапно. Не, ну типа душа человека. Тут же души умеют вселяться. Поэтому это как раз можно объяснить. Что? Это грёбаный зомби во ФНАФе. Получается, тогда зомби убивал детей. И зомби попал в Спрингтрапа. Но откуда тогда кровь? А тогда почему зомби умерли? Что за ужас тут творится? Ну да. Почему идея с фиолетовым человеком работала раньше? Потому что за маской обычного работника Пит... Да, да, да. Скрывался убийца. Это было неожиданно. Сырин, ничего не замечательного. Скрывался жестокий маньяк. Это не был гниющий зомбак или машина-убийца. Нет. Маньяк. Которых полно в реальной жизни. Это было приближено к реальности и оттого пугало. И это ж надо было умудриться слить такого интересного персонажа. Но погодите. Но погодите. Давай-ка пока на этом остановимся. Вообще я с ним солидарен. Прям полностью солидарен на эту тему. Потому что мне гораздо больше нравился именно фиолетовый парень. Пока он был человеком. В этом была вся фишка. В этом был весь интерес. В этом была вся суть. Потому что после того, как он превращается в зомби. Ну и чё? Ну и чё? Ну зомби и зомби. То есть теперь зомби в авто. Ну и чё? Ну ходит он. Ну и чё? Да вообще похеру. Вообще абсолютно плевать. Потому что он был интересен, пока он был необычным. Пока он был просто, знаешь, чувак, который загадочный. Но при этом ты понимаешь, что он где-то вот-вот от он. Потому что были теории, что во ФНАФе втором мы за него вообще играли. Потому что там появляется внезапный фидж, фиджеральд и всё такое. И вот эта вся загадочность, вот эта вся аура непонятности, она вызывала интерес. А потом всё это стало каким-то тривиальным. Ну зомби и зомби, чё бы умнеть-то? Не знаю. Это как-то перестало выглядеть таким волшебным, если можно так сказать, про чувака, который убивает людей. Это перестало выглядеть вот каким-то ламповым, понимаешь? Теперь это стало про каких-то суперинтеллектуальных роботов. Непонятно откуда взявшихся. И весь сюжет пошёл по пизде. Вот как говорит чувак в видосе. В принципе я полностью солидарен с тем, что он тут говорит. Мы увидим, что в следующей серии... Следующий видос выйдет чуть-чуть попозже, потому что уже почти 20 минут. А 40 минут я не думал, что ты будешь смотреть. Напиши, кстати, в комментариях, смотрел ли бы ты реакцию на 40 минут. Чё-то сомнение, если честно, но напиши в комментариях. Пока на этом всё. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, ставите свои комментарии. Увидимся с тобой через пару часиков. Пока. До скорого. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok